Саровскому литературному объединению «Радуга» в этом году исполняется 60 лет. В нем собрались одни из самых уважаемых писателей-поэтов в масштабах страны и за ее пределами. Елена Кашева – яркий тому пример. Она начала писать в 15 лет сначала стихи, потом небольшие повести, которые переросли в крупные произведения. Первая публикация была в журнале «Ни два, ни полтора». Мне было 16 лет. У меня была небольшая повестушка. Мы даже не могли найти жанр придумать, потому что я написала, потому что рассказ не тянула, на повесть тоже не тянула. Придумали жанр такой, повестушка. А серьезной прозой я стала заниматься уже после 20 лет, после того, как у меня родился ребенок, старшая дочка. И в какой-то момент я поняла, что желание рассказывать истории настолько сильное, что просто непреодолимо. Герои произведений Елены абсолютно разные. Ее вдохновляют людские силы воли и душевная глубина. По словам Саровчанки, она пишет о жизни, о человеческих судьбах. В основе каждого сюжета есть два-три прототипа. Проза должна быть достоверной. Читатель должен сопереживать герою и отчетливо представлять себе обстоятельства, в которых он оказывается. Чтобы эту психологическую достоверность отразить и накопить ее, для этого, конечно, нужен большой житейский опыт. И, естественно, если человек сам не проживал любовь, счастливая любовь или несчастная любовь, он это не сможет отразить ни в прозе, ни в стихах. И если у человека нет опыта страдания или гревания, то его герой, скорее всего, получится очень плоским, картонным. В нем не будет той насыщенности, той жизни, ради которой, собственно говоря, произведение и пишется. По мотивам повести Елены Кашевой «Рассмешить Бога» в 2006 году сняли одноименный фильм, который в тот период стал одним из самых рейтинговых на российском телевидении. У автора же экранизация вызвала неоднозначные эмоции. Все было не так, и это можно было снять лучше и намного красивее. И в рамках того же самого бюджета это всегда вопрос к тому, кто отвечает за этот фильм. У этого проекта не самая счастливая судьба, как мне казалось. На самом деле, независимо от моего мнения, есть объективные обстоятельства и факты. Фильм получил самую высокую долю и самый высокий рейтинг в 2006 году. То есть я могу как угодно сопротивляться тому, что случилось, но зрители этот фильм приняли и полюбили. Чтобы войти в топ современных писателей, представителям этого ремесла приходится сильно потрудиться. Стучаться в закрытые двери крупных издательств, активно продвигать себя в медийном пространстве. Порой выбирать провокационные сюжеты. Но иногда популярность мешает творцу, ограничивает его. По словам Елены, качественную глубокую литературу сейчас чаще можно встретить в провинциальных городках за неприметными обложками. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.